Эти малыши, как никто, нуждаются в особой опеке. От правильных действий врачей и поддержки матери зависит их жизнь. Выхаживать маловесных новорожденных удается в первую очередь за счет квалифицированных специалистов и современного оборудования. Большинство аппаратов были подарены перинатальному центру общественной организации Лига женщин Моздобра, которую возглавляет Елена Пахомова. Кстати, сочинский перинатальный центр по показателям предоставляемой медпомощи недоношенным детям сопоставим с краевыми и российскими. С 2012 года мы выхаживаем детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов. Сегодня в перинатальном центре выхаживаем малыша весом 510 граммов. Здесь на втором этапе выхаживания мы выхаживаем 17 новорожденных детей с низкой массой тела. Сегодня мы поздравим тех деток и отметим тех деток, которые уже немножко подросли. Восемь новорожденных малышей поздравили участницы конкурса «Миссис Россия» – обладательница хрустальной короны, 36-летняя Надежда Лысенко, заслуженная артистка России и певица, и сама мама троих детей. Эта женщина – подтверждение тому, что сохранять красоту и быть любимой можно и нужно, уделяя при этом внимание семейным ценностям. «Миссис» – это та женщина, которая не должна погрязнуть в кастрюле, а все-таки должна доказывать всему миру, детям своим. Прежде всего, быть самой любимой, самой красивой для своих близких. Все остальное – это атрибутика, честно вам скажу. Но мои дети, когда говорят, а наша мама получила корону, а наша мама – это самые лучшие слова, которые могут быть. Эталон для детей, конечно, не только красота мамы, а в первую очередь ее отношения и забота. Участницы конкурса позаботились о том, чтобы подарить новорожденным нужные и полезные вещи. Комбинезоны, альбомы, развивающие книги, игрушки и ночники – все это точно пригодится детям для комфортного и правильного воспитания. Кстати, участницы акции решили взять шефство над сочинскими детишками.